Я хотел пожелать водителям, чтобы они всегда пропускали детей. Чтобы они не садились пьяными за руль и ездили так, когда им можно. Ну, на светофор, который им можно ездить. Надо ездить ночью со включенными фарами. Чтобы они не ездили на льду, чтобы они смотрели на красный светофор, чтобы они не ехали на красный светофор. Эти и не только пожелания водителям Брещина в своих обращениях написало около двух тысяч ребят. Именно столько писем пришло в адрес областного управления ГАИ в рамках конкурса, который проходил на территории края с 21 октября по 29 декабря 2013 года. Все тексты хоть и написаны детским языком, но главный смысл сохранили. Совсем еще маленькие участники дорожного движения серьезно рассуждают о том, что может и чего ни в коем случае не должен делать человек, который садится за руль транспортного средства. Организаторы признаются, что были уверены в том, что ребята откликнутся. Но что писем придет настолько много и предположить не могли. Дело в том, что когда говорят взрослые, в том числе и сотрудники госавтоинспекции, водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, это одно. Но когда ты получаешь письмо от вот этого милого юного дарования, были работы, которые просто тронули до слез. То есть ребята настолько творчески подошли к проведению данного конкурса, что я вам скажу, просто было очень тяжело. То есть изначально мы хотели выделить три места, три победителя, но мы не смогли этого сделать. По итогам конкурса у нас были признаны 14 человек победителями. Из 14 победителей конкурса только одна участница – жительница областного центра. Алена Пилипенко, ученица первого класса 37-й школы города Надбугом, не только отлично знает правила сама, но и решила предостеречь от ошибок водителей. Вместе с родителями она подготовила настоящую подделку-памятку для автовладельцев. И эта работа принесла ей заслуженное второе место в номинации за оригинальность. Накануне сотрудники госавтоинспекции лично поздравили школьницу с победой. Я писала, нельзя курить, нельзя разговаривать по телефону, нельзя превышать скорость, нельзя ездить на красный снегнал, светофором. Когда был объявлен этот конкурс, то в эту работу были вовлечены практически все дети из всех первых классов. В частности, их нас очень много, их шесть классов. И не только дети, но и родители включились в эту работу. И это чувствовалось, работ было очень много, интересных работ. Были отобраны лучшие, и именно лучшие были отосланы вот на этот конкурс. Все послания найдут своих адресатов водителей. Обращения от ребят никого не оставят равнодушными, а потому сотрудники госавтоинспекции уверены в их практической пользе. Сами малыши благодаря этому конкурсу тоже подучили правила и будут еще более внимательными и осторожными. Ведь от их поведения тоже зависит дорожная безопасность. Не зря именно в законах дорог существует и особо подчеркивается основа всех правил – взаимная вежливость. И пешеходов, и обладателей железных коней. Продолжение следует...